Ну что, студент, страшно? Да, есть маленько. Нормально. Привыкнешь. Я когда первого своего вскрывал, пять дней заснуть не мог. Кошмары снились. А потом ничего прошло. Привык. Ты, главное, не думай, что они люди. А кто они? О, смотрю, парень, ты совсем у нас поплыл. На-ка, шандарахни. Я не пью. Не пьешь, так съешь. Надо, надо. А то через пять минут с ними вместе ляжешь. Это что, спирт? Нет, джинс с тоником. Ты запомни, бояться надо не мертвых. Живых надо бояться. Это точно. А-а-а! Это что, спирт? Я, я, я. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я, я, я. Я, я, я. Они, я, я. Эти, я, я. Это что, спирт? Это что, спирт? Я, я, я. Я, я, я. Я, 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 я. Я, 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 я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодец! Завтра продолжим! Локти не зажимай! Подождёшь меня? Долго! Ну минут 10-15! Ну подожди! Ну отпустись, ты отдалёте стал! Ну у нас выступление на носу! И вообще, ты мне срываешь тут занятия! Дина, давай играй, я слышу всё! Да! А это тебе! Ой! Как вкусно! Ну это ещё не самое вкусное, что я для тебя приготовил! Джаксон! Джаксон! Правильно защищай хозяйку! А папа тебе купил еды! А мама сегодня купила прихожую! Ты даже не заметил! Я всё видела, она стоит сзади! Японская? Да! А где поводок, дядя Джак? Здесь! Ай, когда уже мы разберём твои вещи, это просто невозможно! И нам нужно назначить дату, новосерие, люди ждут! А я тебя сейчас угощу чем-то очень и очень вкусным! Нет, Светочка, мне надо в офис! Как это в офис? Ну у меня там пожар, надо ехать тушить! Подожди, а ужин? Пусть Юра тушит! Да Юра! Что Юра? Юра уже второй месяц, не на своей волне! Ну а зачем же ты тогда домой приехала? Ну зачем? Я для собаки привёз еду! То есть, если бы не собака, я бы тебя вообще не видела круглыми сутками, да? Ну, Светлячок, ну джи... Ну подожди, ну подожди! Ну чего ты? Я же всё делаю для нас! Для нас и для него! Кстати, а почему у тебя такой маленький живот? Не знаю, это у меня наследственное! Дина! Я всё слышу очень хорошо! Играй! Ой, бедная девочка! А ты знаешь, что ты на своей свадьбе не сможешь выпить даже шампанского? А когда же мы всё уже расскажем об общественности? Ну я не знаю, что мне уже объяснять, почему я то не ем, почему я то не пью! Завтра мы всё всем торжественно расскажем! Езжать надо! Слушай, у Томки ещё сегодня день рождения поздравишь от нас! Ну да! А борщ твой мы с Джексоном съедим, да, Джексон? Да не борщ, а суп с очень вкусными фрикадельками! А? Да, хорошо! Одна фрикаделька твоя! Светлана Геннадьевна, можно я пойду? Я уже десять раз сыграла! Значит так, я сейчас ещё раз послушаю, и тогда ты пойдёшь! Сочувствую! Пока! Пойдём, пойдём, пойдём! Сергей Леонидович, когда я утром открывал сейф, печать была на месте! А зачем ты его открывал? Ну как, я работал с договором по аренде, вы же сами дали распоряжение! А сколько ты его открывал? Ну, на месте я был в девять, значит, самое позднее в полдесятого! Учитывая, что код от сейфа знаем мы с вами и Юрий Викторович! Спокойно, спокойно! Ты Юре звонил? Ну, естественно, раз двадцать! Сначала трубку не брал, теперь недоступен! Может, стоит вызвать полицию? Так, не надо никого вызывать! Сами о нас ещё не разберёмся! Интересная ваша жизнь! Ну да! Слава, дай ключ! Не понял, Сергей Леонидович! Сегодня свободен, давай! Это как, это самое? Это хочешь! Что у вас там в Нью-Йорке, утро? Ну, соедини! Добрый вечер, Стивен! Я в порядке, спасибо! И ты? Тебе что, идиотина? Жить надоело? Алё! Очнись! Эй! 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 Иди, иди, иди! Сюда! Орвай! Стой! Сюда! Куда? Куда? Иди, 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 иди! Орвай! Мне попа дарови не? Я сейчас вернусь, сейчас. Юрец, а ты чего трубку-то не берешь? Тьфу ты, Серега, ты меня так инфарктом прям сделаешь. Ты печать взял. Калину будешь? Я вопрос задал. Тихо, тихо, тихо. Я не один. Ну, естественно, я, кто же еще? Зачем? Серега, Серега, сейчас. На, держи, посмотри. Полистай, полистай. У меня завтра встреча. Ну, короче, все документы оформлены. Осталось поставить твою подпись и печать, и все. Это то, о чем ты мне два месяца мозги получишь. Именно. А ты никак не врубаешься. А ты пойми, Серега, это переход на новый уровень. И это через полгода мы с тобой будем лежать где-нибудь в Мексике, курить трубку. И не надо будет бегать, высунув язык. За нас другие будут бегать. А нам с тобой будет капать. Нет, ты посмотри, какие цифры, ты посмотри. Это же космос. Брат, мы тебе мозги выскали. Это же не хлопушки никакие, не петарды. Это оружие. Оружие. И лежать ты будешь не в Мексике, а в лучшем случае где-нибудь за МКАДом. Я ж посидел от страха. Оружие, оружие. И что? Такой же бизнес, как и все остальное. Вон Сенька Башурин. Обуим занимался. И что? Как кота, по-моему, возле подъезда замочили. А ты мне оружие. Короче, так. Печать на стол, и мы будем считать, что этого разговора вообще не было. А если не положу? Тогда и ты сам истану. Опа. Ага. Ага. А я на зоне буду рассказывать, что меня сдал мой лучший друг, которому я в драке спину прикрывал, контрольное давал списывать, пельмени из одной тарелки жрали. Ладно, ладно, у меня точно такой же список. И на чьем плече рыдал, когда твоих родителей не стало? Кто тебя к жизни вернул? Печать. Слушай, Серега, я уже не могу заднем ругить. Они же на виллу меня посадят, правда. Хорошо, если за МКАДом закопают, а так черкани, ну. Короче, давай сделаем так. Ты сейчас проспишься, завтра мы что-нибудь решим. Ну, а печать отдай мне. Логично. У меня сейчас хорошего приняда, правда. Попит. У меня сейчас хорошего приняда, правда. Попит. Ну, жизнь. Опытный образец? Извини, Серега. Ничего личного. Субтитры создавал DimaTorzok Юра! Субтитры создавал DimaTorzok Хотя, какая разница? Вы же у нас проходите, как невинно убиенный. Я что? Умер? Все гораздо сложнее. И в то же время проще. Я не понял. А вам и не нужно. Все. Ждите. Алло. Что? Нет. Как? Как? Так. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, блин, я не знал, что так, что серьезно! Тварь! Я не знал, что это! Тварь! Девушка, я не знаю, кто вы, что здесь и как, но мне срочно нужно вернуться обратно. Ваше дело обработано. Так черту дело, мне нужно вернуться обратно! Все хотят вернуться обратно. Вы не понимаете, меня убил человек, сейчас он сидит к нам! Не переживайте. Этот факт будет учтен, когда будет рассмотрено его дело. Да при чем тут его дело? Вы, может, увидите, что двух людей? Так, кто здесь начальство? А у нас нет начальства в земном понимании. Хорошо, тогда кто здесь решает вопрос? Ваш вопрос уже решен. Подписывайтесь. Да ты что? Робот что ли? Я русским языком объясняю. Мне нужно вернуться обратно хотя бы ненадолго. Ваше тело уничтожено. Да как уничтожено? Меня застрелили! Потом сожгли. Тварь! Подождите, ну! Есть же реинкарнации, если переселение душ, можно же что-то придумать! Чтобы отомстить? Чтобы остановить убийцу! Подписывайте! Если вы сделаете это, вы никогда не попадете туда, куда должны попасть. А, значит, все-таки вариант есть! Подписывайте! Девушка, как вас зовут? Это ненужная для вас информация. Ну, пожалуйста! Хотя бы в собаку! И что вы сделаете? Перегрызете ему горло? Я же вам объясняю. Тогда ваше дело будет пересмотрено. Да пересмотрите его хоть сейчас сразу! Девушка милая! Вы что, никогда не любили? По-моему, сейчас речь идет о ненависти. Помогите мне! Пожалуйста! Если его не остановит, он заберет еще двух людей! Женщину зовут Антонина Георгиевна Кулешова. Проживает на улице Жуковского, дом 15, дробь 6, квартира 23. Это ваша мама? Найдите ее и сделайте так, чтобы 14 июня она не выходила из дома. Это мое условие. Девушка, милая, родная, я все сделаю, клянусь. Только имейте в виду, у вас будет ровно 40 дней. Почему 40? Вы задаете слишком много вопросов. Не понял. А что, это еще не все бандерлоги разбежались? Слушай, Валенка, это что, она сверхурочная договорилась? Не твое дело. Ой, какой грозный суслик! Хотя, какой суслик! Он, он морда, отъел, как куба бра! Я хочу выйти, куда шел, а? Я все время иду. И преимущественный верх, это ты у нас с десятый год дерьмо на одном месте топчешь. Ладно, все, давай. Алло! Он мне никуда не пропал. Мне просто 15 лет назад захочется рабочий день. Потому что я сегодня никуда не выхожу, мам! А зачем, Павдеку, мам? Что-то случилось? Мам, ну, пожалуйста, а, ну, мам, я прошу тебя, ну... Кому все, кому все, кому все, кому все, кому все, я один у тебя, мам! Да! 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 Пошли вы все! Пошли вы все! Ну что, студенты-то? Страшно? Да, есть маленько. Нормально. Привыкнешь? Я когда первого своего вскрывал, пять дней заснуть не мог. Кашмары снились, а потом ничего не прошло. Привык. Ты главное не думай, что они люди. А кто они? О, смотри, парень, совсем у нас поплыл на Кан-Шандарахне. Я не пью. Не пьешь, так съешь. Надо, надо, а то через пять минут с ними вместе ляжешь. Это что, спьют? Нет, джинс с тоником. Ты запомни, бояться надо не мертвых. Живых надо бояться. Это точно. Позор, дожди, а? Труп от живого человека отличить не может. Больной глазки у нас закрыл, мы сразу его в морг тащим, да? И это лучшие специалисты, или это клиники. Сергей Александрович, он реально был мертв. Я констатировал смерть в присутствии всей бригады. Вы не хуже меня знаете. Знаю что? Что клиническая смерть более десяти минут автоматически влечет в биологическую. Это ты знаешь в теории, а на практике. Ну что, молчи. Да я не знаю. Зато я знаю, что никакой клинической смерти не было. Просто скажем откровенно, по-русски, облажалась целая бригада опытных реаниматологов. Хотя насчет опытных, я уже сомневаюсь. Да, такого прокола в моей практике еще не было. Родственникам сообщили? Не успели. Слава Богу, хоть здесь краснеть не придется. Так, с сегодняшнего дня отправка в морг только после моего письменного разрешения. Харьков, к вам пришли. Пятнадцать минут, не больше. Олечка. Сыночек. Да что ж нас так напугал-то, Валечка родной? Да что ж ты натворил-то, Валя? Ни меня не жалеешь, ни себя. Он невесту все глаза выплакал. Мургайте, Степанова, ну что вы в самом деле? Ну живой же. Да, Валюха? Валя, Валя, почему ты молчишь? Не пугай меня, прошу тебя. Валя! А что, нормально все? Нормально. И все. А я две ночи на таблетках. Мама, ну ладно, все ты. Я тебя люблю. Любит он меня. Да любящий сын. Поступил когда-нибудь так. Маргарита Степановна, ну все, все. Витя, Валя и так сейчас нехорошо. Ему нехорошо. А мне хорошо. Да у тебя сердца нет. Ой, прости меня. Саша, ну что ты молчишь? Я же не могу. Маргарита Степановна, я же говорила, вам не нужно сюда идти. Да всем нужно, родной матери не нужно, да? Маргарита Степановна, ну в самом деле, ну мы пришли человека поддержать или как? Валюха, вот, на, вот, это самое, витамины тебе, на, вот, от всего нашего коллектива. Спасибо, Сашка. Вот, Саша, вот, Маргарита Степановна, вот он меня единственной Сашей называет. В конторе, а то все спится, спится. Ну, как? Что врачи-то говорят? Ну, это... Да ничего не говорят. Маргарита Степановна, а мне же врачи сказали, мне сказали, Валю через два дня выпишут. Вот, Маргарита Степановна, ну вот, через два дня что-то будет дома. Ну, что плакать? Котлетки принесла. Милый мой, ну как ты? Милые родные. Ой. Что, что мешало сейчас? Жало. Лоя, ты, знаешь, меня так напугала. Ты что, как-нибудь, как бы с тобой спрашиваешь? Я ей кладу как-то. Да, конечно, Маргарита. Ой, я помадаю, да? Я не знаю. Ну, все, я знаю. Все хорошо. Ну, хорошо. Ну, вот. Мы дома. Ой, дай. Я сейчас быстренько чайник поставлю. Сюда, сюда, к вашему. А ты что стоишь, неродной? Пошли. КОНЕЦ Кто это? Кто это? Ответьте. Включите видео, я вас не вижу. Ну, алло? Юра? Да, это я. Все нормально, слушай, скажи, пожалуйста, а сейчас никто не работает с компьютера Сергея? Просто кто-то вышел в сеть под его логин. Бред какой-то. Так, немедленно выходи из сети. Возможно, это те же самые люди. Какие люди? Света, что ты как маленькая? Я говорю, выйди из сети! Чтобы вы сдохли, твари! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скипел! Хочешь макароны варить? Сам варить! Тебе уже не пять лет! Валя, ты вообще меня слышишь? Валя! Господи! Алло! Вера! Приезжай скорее! Валя исчез! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 КАРАВКА КАРАВКА КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, ты как? Получше. Пусть. Извини. Может, все-таки сначала к врачу заедем? Ты знаешь, я хотела бы домой поехать. Домой, так домой. Добрый день! Приношу вам свои соболезнования. Если можно, на два слова. Исаев Юрий Владимирович, майор полиции, следователь. Мазуров Юрий Викторович, лейтенант с запасом, бизнесмен. Мне кажется, не совсем удачное место для шутка. Для общения со следователем тоже. Постараюсь коротко. Вы близкий друг Воробьева, его компаньон. Я понял. Я никого не подозреваю. Возможно. Но, может, вы подумайте, взвесите, проанализируйте обстоятельства. Ведь однозначно, вы знаете больше остальных. У вас есть какие-то факты? Один. Но определяющий. Тридцать с лишним лет вашей дружбы. Простите. Лейтенант Павловский, мой помощник. А где вы были в вечер гибели Воробьева? Если вы меня подозреваете, вызывайте официально. Вы неправильно поняли моего коллегу. Он хотел сказать, что для нас сейчас важна любая зацепка. Простите за беспокойство. Еще раз прими. Господи, Валя. Привет. Где ты был? Гулял. Где ты гулял, Валя? По улице. По какой еще улице ты гулял, Валя? По нашей маме, от дома до метро. Валя, ты можешь сказать правду? Он еще издевается. Какую правду? Ну, я лучше свежим воздухом подышать. Учего? Валя, а ты маму не мог предупредить? Не мог предупредить маму, потому что мама спала. Я не хотел ее будить. Отлично. Отлично. Он не хотел маму будить, а то, чтобы маму Кондратии чуть не хватило. Тебе это наплевать? Мыли ты, отец, мыли ты. Один-ка давно. На все ему наплевать. На все. На работу наплевать, на мать наплевать, на невесту наплевать. А у меня, между прочим, гипертония скачет. У меня в крови сахарный завод. А тебе смешно. Помирай, мамочка, давай, помирай. Я, между прочим, на тебя жизнь грохнула. И продолжаю грохнуть. Тоже тебе наплевать, а? Ну, короче, типа. Мам, ну, прости, не хотел тебя обидеть. Ей-богу, я не со зла. Ты хоть на работу-то собираешься? Конечно, собираюсь. Учти, с этой пенсии я тебе ни копейки не дам. Да вот смотри на него. Мать в слезах, а ему абсолютно наплевать. Пошел к своему компьютеру. Маргарита Степановна, ну, может, не надо так, а? У него все-таки клиническая смерть была. А у меня фактическая будет. Ого. Да что же это такое-то? Что, пообщаться с полицией? На предмет. Лен, мне кажется, чиновник твоего уровня должен понимать ситуацию. А если выплывет, что я была у тебя, ты представляешь, что это будет? А ты представляешь, что будет, если я начну это все скрывать? Лен, убит мой друг и компаньон. Дальше продолжать. Я поняла. Дальше продолжать. Дальше продолжать. с таким лицом, ксерокопия паспорта. Извините, только по паспорту. Да я знаю, просто сдал на визу документы и паспорт в посольстве. У меня, ну, конечно, ксерокопия, я знаю номер счета. У меня подпись практически невозможно подделать. Ну, посмотрите, номер счета я знаю. Извините, но у нас четкие должностные инструкции. Эти деньги нужно в больницу перечислить. Человек умирает. Извините, но у нас так не положено. Умирает на больнице, койке тоже не положено. Извините. Ладно, давайте ваш номер счета. Спасибо вам. Вы знаете, этот счет заблокирован. Как я заблокировал? В связи со смертью владельца. А вот он, живой. Подождите секундочку, я сейчас уточню. Олег Васильевич, вы не могли бы подойти ко второму окну? У нас здесь небольшая проблема. Юра, ты сказал, что Сергею угрожали. Да, у меня есть такая информация. А почему ты не сказал об этом следователю? Что я им скажу? Серега вляпался, а они начнут подробности тянуть. И в эти не вернешь, так зачем память его марать? Как тогда они найдут этих подонков? Я тебя умоляю, они даже искать не будут. Они даже не дернутся. У этих, как ты говоришь, подонков. У них же все менты прикормлены. Ты не представляешь себе... Я сам разберусь. Обещаю. Свет. Свет, тихо. Перестань, Свет. Тихо, тихо, тихо. Свет, ну, у меня тоже... Я друга потерял, но я прошу тебя, не рви себя. Не надо. Юра, как жить? Как жить? Свет. Свет, вот теперь мы с тобой не просто должны жить. Мы... Я найду этих уродов, я клянусь тебе. Я найду, обещаю. Только... Свет. Посмотри на меня. Света. Вполне вероятно, что эти уроды выйдут на нас с тобой. Поэтому пообещай, что ты будешь выполнять все мои просьбы. Тогда я тебя смогу защитить. Обещаешь? Ну, Света. Просто, Сереги, ты самый дорогой человек у меня. Ну, тихо, 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 тихо. Слушай, тихо, тихо, тихо. Я рядом, значит, с тобой все будет хорошо. Я клянусь. Я подыхать буду, но тебя никто не тронет. Слышишь меня? Да. Хорошо. Спасибо. Сань, подожди, а. Слушай, у меня какое-то такое странное ощущение, что... Чего? Да я как-то все забыл. Слушай, не переживай. Офисные про клиническую смерть в курсе. Сделают вид, что ничего не было. Да? Да. А мне ковид сделать? Будь собой. Да. Негко сказать. Слушай, только на Толкачева не обращай внимания. Хорошо? Ты же знаешь, он от этого подпитывается. Толкачев? Да, Толкачев. Так что сядешь за комп, сразу все всплывет. У меня после праздников такое регулярно. Извините. Вы не можете помочь мне? О, господи, что происходит? Я смотрю номер 39. Вы знаете, где это было? А, я думаю, что вы должны выглядеть с сайта. О, реально? Спасибо большое. Это очень милый. Извините, ребята. Я не могу. Нифига себе. Чего? Ты же с английским этикетком всегда ко мне бегал. Обманывал. Пошли, лет's go. Сань, я и сижу. За неделю ничего не изменилось. Вот. Ага. Спасибо. Какие люди. Здрасте. Здорово, Валевый. Максим Олегович, ну зачем вы так, человек только что из больницы? Я не с тобой разговариваю. Иди работай. Ну что? Только желудок промылили, голову тоже, а? Ну что молчишь? Что опять полный рот таблеток натолкал? Да? Да вы мне номер партии скажите. Да, послушайте, я по документам вам иногда все вышлю. Леха, не обречай меня. Это ж толкачок. Я его запомнил. Что? Слушай, Сань, а где у нас это сидит? Кто этот? Ну, директор. Метельский или обычный? А, необычный. Валя, ты в порядке? Да не, у нас все в порядке, просто где эти метельки сидят? Ну, из двери налево. Что-то я... Ладно, извини, давай. Разреши-то. Садись. Да. Да, Валентин, вот от кого, от кого, от тебя я просто не ожидал. Такой вот позитивный сотрудник ее. Да. Глупо как-то вышло. Глупо, это вообще не то слово глупо, понимаете ли. Я вот даже, я не спрашиваю, а из-за чего все это? Все, проехали. Проехали. Валентин, ну ты, наверное, по делу пришел, да? Петр Иванович, можно у нас денег одолжить, а? Чего? Ну, я в счет зарплаты. Ты, прости, я не ослышался. Ты сейчас, ты хочешь у меня денег занять? Ну, я не просто так, там, можно под проценты. Валентина, а ты мне прошлую сумму не хочешь отдать? Прошлую? Слушай, Харьков, ты меня не пугай. Ты что, действительно не помнишь, сколько ты мне бабок должен? Нет, помню, конечно, я. Ты уверен? Да. Давай так, Валентин, иди-ка ты, отлежись еще пару дней, хорошо? Ладно, извините. Не прав. Да, бывает. Только скажите, Мазаров с вами был той ночью или нет. Пообещаете? Обещаю. Да, был. Прекрасно, всю ночь. Да. Ну что, большое спасибо, вы очень помогли следствию. Спасибо. До свидания. До свидания. В общем, встреча с Мазаровым пока отменяется. Я так понимаю, что это и было его алиби, да? Правильно понимаешь. Быстро подсуетился. Суетился как раз не он. Знаешь, как тебе сказать? В жизни есть интимные тайны, о которых не должен знать муж. Чей муж? Господи. У Мазарова есть подруга. У подруги есть муж. По крайней мере, теперь понятно, почему той ночью Мазарова никто до утра не мог вызвонить. А Воробьев тогда к кому сорвался? Спешу напомнить, мой юный друг. Мазаров в нашем списке первый, но не единственный. Поехали. Так. Так, Ольхов. Ты документы на контейнер в Пензу оформил, они мне уже все провода оборвали. Максим Олегович, Валентин же болел. Пензой я занимался. Вот, завтра все отправлю. Повезло тебе, Валенок. Ты глянь, какой у тебя кореш. Не забудь ему ползарплаты отдать. Нажимай меня, пожалуйста, Ольхов. А как мне тебя называть? Белый тапочек? Чего себе! Иди сюда! Валюх, ты чего? Саня, когда у нас в офисе зарплата? Чего? Зарплата когда? 15-го. А? А сегодня какое? 14-е. 14-е? Женщину зовут Антонина Георгиевна Кулешова. Найдите ее. Сделайте так, чтобы 14-го июня она не выходила из дома. Это мои условия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день, Юрий Викторович. Надеюсь, что добрый. Я так понимаю, тебя тоже в ментовку вызвали? Совершенно верно. Ну и что ты собираешься им рассказывать? А что я могу рассказать, если я ничего не знаю? Он уехал из офиса, и я его больше не видел. Нет. Вот вместо того, чтобы этих выродков ловить, они сейчас весь офис перетаскают. Вплоть до уборщиц. Ладно. Что у нас там по контрольному пакету? Как что? Твои сорок девять. Два процента. Светлана Геннадьевна. Я так понимаю, доля Воробьева зависла? Получается же так. Всяком случае, пока. Без ее участия я и шагу ступить не могу, да? Ну, хоть так. Да, весело. Юрий Викторович, если у Воробьева по суду прямых наследников не окажется, то... Да ладно ты! По суду. Что-то вопросы еще? Один можно? Давай, гуляй. Это ведь ты, Серега? Что я, Серега? Сам понимаешь. Я ведь математик. Медалист. Я все варианты просчитал. Все векторы в твоей точке сходятся. Слышь, ты, математик. Ладно, Юра, успокойся. Мы с тобой в одной лодке. Честно скажу, не ожидал. Алло? Да, я слушаю. Угу. Ну, знаете, я вам перезвоню. Так что ты там за пургунь у нас по поводу Сереги? Мне кажется, ты все понял. Так ты у нас фантазер-медалист, да? Юр, спокойно. Мы с тобой в одной упряжке. В упряжках, Миша, собаки бегают. А я предпочитаю на санках. Юр, спасибо. Нет, это ты послушай. Если ты еще кому-нибудь раз эту хрень про Воробьева озвучишь, забудешь всю математику, усек. Юр, я не польси. Я спрашиваю, усек? Усек. Вали отсюда. Юр, я не польси. Юр, я не польси. Спасибо. Вы к Кулешовой? Да, Кулешова. Только она минут пять назад в магазин вышла. Я видел. В какой магазин? Как в какой? Ну, вот в продовольствие, в за углом. Спасибо. Ой, безусловно, не Бог. Простите. Антония Гоглевна. Антония Гоглевна. Вы мне? Идите. Пожалуйста. Антония Гоглевна. Ух. Ух. Я не понял. Вот, просто я подумала, что если бы не вы, то вот моя не нуля-то как бы. Это моя сестра одна, у меня лежит парализованная после инсульта. И я к ней хожу просто каждый день. И получается, вы не только меня, вот уже ее еще спасли. Антонина Георгиевна, я не сделал ничего сверхъестественного. Ну да, конечно, ничего, вы не прибедняетесь. Откуда вы знаете, как меня зовут? Ну вот видите, не помните. Это стресс. Ну, давайте договоримся, Антонина Георгиевна, сегодня никуда из дома не выходить. Вот ни под каким предлогом, просто побыть дома. А почему так надо сделать? Не ваш день сегодня. Ну, валяйтесь на диване, посмотрите телевизор, хорошо? Договорились? Ну вот. Да. Счастливо. Спасибо. До свидания. Молодой человек, забыла спросить. Зову Баска. Сергей. Сережа. До свидания. Спасибо. Извините, Серега. Ничего личного. Неужели кто-то видел? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Куда? К Рисникам на второй. Папа, Равпуск. А вручь надо было? Да у нас недавно бизнесмены одного грохнули. Теперь даже уборщиц Равпуска спрашивают. Ага. И что делать? Вон телефон. Позвони электрикам, пусть спустятся. Понял. Спасибо. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Фу! Где ты, Алиса? Свет, ты дома? Да. У тебя дверь открыта. Я, наверное, забыла ее закрыть. Привет. Привет. Все нормально? Да. Света, я, конечно, все понимаю, но ты... Тебе нужно время, чтобы прийти в себя, но... Ты как-то держись, ты... Юра, я не люблю этих дежурных фраз. Извини. Ты хочешь чая? Нет, спасибо. А, Света, скажи ему, Сергей в тот день, он не договорил, куда и к кому собирался ехать. Вы вообще встречались? Ну да, он приезжал, привез корм для Джека. Потом сказал, что у вас в офисе опять какой-то пожар. Уехал. А куда уехал? Ну, из офиса. Не говорил? Нет. А он вообще меня в тот день вспоминал? Нет, ты пойми, я просто хочу узнать все детали. Вот и все. Юра, я не помню. Свет, может, тебе поехать куда-нибудь отдохнуть? Ну, какое-нибудь спокойное, тихое место там. Я все организую. Ты просто скажи, куда ты хочешь? Я куда? Светуля, я обещал, что пока я рядом, ты в безопасности, но... Я чувствую, что эти уроды, они где-то близко. В ближайшее время здесь, я думаю, будет небезопасно. Я не собираюсь ни от кого прятаться. Я не предлагаю тебе прятаться, я просто предлагаю тебе уехать. Ну, кому нужно это твое геройство? Тебе что, истории со скайпом мало? Я не хочу никуда ехать. Да нет, ты поступай как хочешь, конечно, но я просто хочу как хочешь. Я пойду чай поставлю. Я просто... Можно вас? Да. Скажите, а вот у этого гаджета какая предельная дальности? Винтовка СВД облегченная, убойная сила 400 метров, калибр 7,62, на среднего зверя. Ну, можно и на крупного. Ну, можно и на крупного. И вот так можно взять купить? Да. Лицензия, охотничий билет и винтовка ваша. Да. Друг на охоту позвал, подарок хотел подарить. Ну, это весьма специфический подарок, поэтому формальность вам не забежать. А так вообще какие документы нужны? Справку с полицией, справку с нарком диспансера и психушка. Спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Прошу прощения, я тут случайно услышал, что вам срочно на охоту надо. Ну, типа того. Ну, есть вариантик, взаимно приемлемый. Ваши деньги – наш товар. Угу. Ну, пакет документов через недельку. А есть без документов? Так тоже можно. Но ответственность, если что, конечно, ваша. Ну, понятно. Несколько стоит. Вас вот эта винтовочка с оптикой интересует? Да. Сто. Всего-то ответ ценный. А, да. Ну чего, подумайте. Подумаем. Меня всегда здесь можно найти. До свидания. Да нет, что-то. И все равно я не понимаю суть твоих претензий к харькову. Федор Иванович, да он просто балласт. Планктон бездарный. Это все слова. Слушайте, абсолютно никакой инициативы. Тупой исполнитель. Я вам такого специалиста за пять минут на улице найду. Значит так, давай так. Не мне, а тебе. Мне плевать, что у тебя творится в отделе. Мне самое главное – результат. А ты вот так спрашиваешь – с тебя. Я не понимаю. Я не понимаю. Что ты так взделал? Как с цепи сорвался ты на эту харькова. Во-первых, человек. Вот только что с того света вернулся. А во-вторых, месть – это не очень хорошее качество. Какая месть. Вы о чем, Федор Иванович? Да ладно, я все-таки не на обитаемом острове живу. А типа на подводной лодке. Мне уже доложили, как он к себе приложился. Это совершенно здесь ни при чем, Федор Иванович. Ну да, конечно. Федор Иванович, я вас очень прошу. Значит так, я тебя знаю очень хорошо. Халькова вот оказывается не очень хорошо. А тебя знаю как облупленного. И ты, знаешь, тоже не идеал. Так что больше ко мне с этими кадровыми глюками не лезь. Все, свободен. Да, подожди. Площадка для поединков для бокса. На «Р» начинается как? Правильно, ринг. Свет, слушай, надо что-то решать с этой квартирой. Она ведь на Серегу оформлена. Он ее записал на меня. Молодец. А я думаю, надо как-то решать эту проблему. А проблем, оказывается, нет. Свет, ты извини, конечно, я понимаю, что сейчас не время. Но вынужден тебе напомнить. О чем? На твою долю в компании. Тебе надо срочно продать твои два процента. Продать? Кому? Мне. Я должен отвести от тебя угрозу. Пускай они лучше со мной разбираются. Кто они? Те, кто убил Сергея. Ну и потом. Свет, два процента это очень приличная сумма. Тебе ведь нужны деньги? Подожди, почему два процента? У Сергея огромная доля. Свет, ты извини меня, конечно, но вы были не муж и жена. Свет, ты не переживай, я учту твои интересы. Я серьезно учту. Ну, что ты молчишь? Я думаю, что мне нужно поговорить с моим юристом. Поговорить это время. А у нас счет идет на дни. А если ты будешь тянуть, у нас счет пойдет на минуты. И поверь мне, я знаю, о чем я говорю. Юль, я не готова сейчас с этим заниматься. Неужели тебе так трудно это понять? Мне будет трудно понять, когда пострадаешь ты. Что я потом Сереге на могиле скажу? Не доглядел? Сговорю, с кем хочешь, только не тяни. Принимай решение побыстрее. Я тебе завтра позвоню. Спасибо за счет. Пока. Пока. Алло, Томка, привет. Да, это я. Ну, все в порядке. Слушай, помнишь, у тебя была история с детьми, которые прислали тебе всякую чушь на почту? Да. И ты говорила, что у тебя есть какой-то знакомый хакер, который их вычислил. Так вот, мне нужно, чтобы ты меня познакомила с ним. Я тебе потом все расскажу. Я перезвоню тебе. Ладно? Только, пожалуйста, выполни мою просьбу. Ладно? Целую тебя. Пока. Слушай, меня все доволено. Послушай, если просил, не называй меня Валиной. Пожалуйста. Сколько? Полгода. Стоп. Давай еще раз. Полгода доля Воробьева будет заморожена. А уже потом отойдет тебе, как совладельцу. Поскольку Сергей и Светлана не были расписаны. Тут есть некие нюансы, но их можно уладить. Тут, может, проще подождать полгода? Они не будут ждать полгода. Они и двух месяцев ждать не будут. Почему? Специфика их бизнеса. Поэтому единственный путь прежний. Два процента Светланы Геннадьевны. Ясно. Слушай, а что если... Не дай Бог, конечно, с Светланой Геннадьевной что будет случиться? Ну, тогда все твое станет сразу. Тут есть одно но. Какое? Ты станешь главным подозреваемым. Я же говорю, не дай Бог. Так я о том же. Ну, хорошо. И что ты предлагаешь? Я не знаю. Я всего лишь юрист. Тут надо думать. А мне нужен не всего лишь юрист, а хороший юрист. Так что давай, иди думай. Альо, ну ты как? Нормально. Слушай, ты реально это... Ну, после этого ты изменился как-то. В какую сторону? Да в офигительную. Я тебя тысячу лет знаю, чтобы сказать, что ты так по Качеву заедешь. Я сам в шоке. Ты-то ладно. Весь офис вон на ушах. Ну, не очень удобная поза для офиса. Вот и чувство юмора у тебя изменилось. Вернее, появилось. Thank you. You're welcome. И сам заместим тоже. Слушай, Валь, ты каких-то таблеток не глотался? Клянусь, я такие же хочу. Колись, что за колеса? Слушай... Слушай... Эти деньги ты что, не должен? Нет, а что? Можешь одолжить? Да, конечно, сколько? Тысяч 20-30. Сколько? Валь, ты что? Я думал, штука полторы. Ну и потом... Я же на мопед коплю. Ты забыл. Да-да. Слушай, как думаешь, вы еще кого-нибудь стрелять можно? Ну? Сейчас. Да нет, наверное, у всех традиционный голяк. Завтра же зарплата. Дарю. Пап! Я тебя убил! Это я тебя! Я тебя первый пальнул! А у меня броня! А у меня, вон, пули броню пробивают! А я такой! Из последних сил! Так не честно! Честное я в кино видел! У него пуля, а он из последних сил! Ну ладно, ничья! На войне ничьей не бывает! Да мы ж не на войне! Ну да! Слушай, Юрец, ты бы смог человека пальнуть по-настоящему? Если фашистов, тогда бы смог! И я смог! А еще в Беляка! Я в Беляка! Ну ладно, пойдем! А то нас родители искать будут! Пойдем! Тоша! 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 Вызывали? А, да, Гриш. Значит так, слушай новые вводные. Первое. Добавь человека в мою личную охрану. Вот только не номинального, а профи. Так, а я других не держу. Давай без комментариев. Второе. Двух человек переставь к Светлане. Чтобы они пересмотрели, чтобы она никаких глупостей не наделала. В смысле? В смысле, чтобы не контактировала с незнакомыми людьми. Вообще никаких контактов! Пусть дома сидит! Никаких выездов. Я перед Серегой за нее в ответе. Понял. Ну раз понял, так действуй. Э-э-э! Я извиняюсь. А вы к кому? Я тоже извиняюсь. А вы кто? Охранное агентство. Так к кому вы? К Шевардиной. Светлане Геннадьевне. Майор Исаев. Следователь. А вы надолго? Как думаешь, я должен отвечать на твой вопрос? Ладно, звоните. Светлана Геннадьевна? Да. Я так понимаю, вы куда-то собираетесь? Мне нужно срочно уехать. Что вы хотели? Мне казалось, что разговор у вас в квартире может быть более неформальным, чем у нас в конторе. Салон моей машины вас устроит. Вполне. Тогда поехали. Понимаете, в первые дни после убийства Сергея Воробьева и все его близкие и знакомые были, так сказать, на нервах. Отсюда и первые показания, которые, увы, пока не сильно помогли следствию. Вы думаете, что у меня есть что добавить к сказанному? Не думаю, не надеюсь. Пожалуйста, спрашивайте. Ну а что я мог сделать? Они сели и поехали. Сели и поехали. Заруби себе на мозжечке. Если ты ее упустишь, я тебя съем. Да не упущу я ее. На дорогу смотри, а не по телефону разговаривай. Все, давай. Светочка, Светочка, что ж тебе не сидится-то всего, а? Скажите, у Сергея в последнее время были проблемы по бизнесу? Может, на него кто-то давил? Может, он при вас с кем-нибудь вел не слишком дружеские разговоры по телефону? Вам знакома эта наша? Какая? Да вон, уже минут десять у нас на хвосте висит. Это охранник, Леша. То же самое вы что и на лестнице? Да. А с чего? Друг моего мужа считает, что так будет спокойнее. Это который Юрий Мазур? Да, он. Странно. Ну, а что тут странного? Проблем по бизнесу нет, а охрану представляют. Ну, это же не запрещено законом. Да нет. Ну, что-то мне подсказывает, что это не последний наш с вами разговор. Вы бы лучше убийцу моего мужа искали. Они со мной разговаривали. Так мы ищем. Заметно. Вы не против, если я останавливаю около метро? Да. Да. До свидания. Всего доброго. Мама. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ван, ты дома? А мы с Верочкой внизу встретились. Пойдем чай пить. Я торт купила. Ты чего это без тапок? Ну-ка, Батни-гонодел, а то простудишься. Пошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, да? Да, здрасте, это Светлана. Я подошла, я не вижу, где вы. Я прямо перед вами. Прямо, это не направо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день. Давайте купим. Алло, Юрий Викторович. Она встретилась на лавочке с каким-то дойдиком. Отдала ноутбук. Ну и что они делают? Что делают? Ну, сидят, что-то ковыряют в нюх. Все. Все? Да. Да, вы знаете, Тамара очень хвалила вас. Я надеюсь... Я вам перезвоню. Все, он ушел. Так что он в результате сделал? Я не знаю, отсюда мне не видно было. Ну, так очки купи, не видно ему. Хорошо. Баран. Валя. Валя. Валентин. Я голос сорвала, я тебе кричу. Где картошка? У меня уже вода выкипает. Ура. Кой веке раз и просила помочь по дому. Так ты три часа картошку ему слякаешь. Господи. Еще и палец порезал. Лучше б я сама. Больно? А ты как дома? На, попробуй. Ну, что, боишься? Да не боюсь, смотри. Сейчас. Ай. Ну, что, дай. Так я думал, ты знаешь. Точно, нужно кровью обменяться. Давай. Ну, что, теперь мы братья? Звонок. Сейчас контрольная. Дашь писать? Конечно, можешь братья. Мам, да не надо. Ну, здесь царапины. Вот что ты? От маленьких царапин бывают большие проблемы. Видите, напомнить про школу, про коленку, про уколы. Против столбняка. Не надо. Надо. Сейчас брошу картошку и напомню. Ну, как, Валечка, твой первый день на работе прошел? Нормально. Нормально. Это как? Нормально это. Валя, торт вкусный? Нормальный. Так ты же его даже не попробовал еще. Ну, я так вот по виду, видно, что такой нормальный. Валя, прекрати. Ты можешь с нами нормально поговорить? Я нормально разговариваю. Чего это нормально? Нормально это значит нормально. Ой. Что это? Лялька. Лялька, привет. Господи, куда ты пропала? У тебя все нормально? Все хорошо? Я не думаю, куда ты пропала. Вот это да. Павля. Ляль, послушай. Скажи, Ляль. Тебе можно денег занять, а? Как денег занять? Валь, ты что, забыла? Это я иногда у тебя деньги занимаю. А ты мне... Что-нибудь случилось? Ничего. У тебя же завтра зарплата. Ты забыл, что у тебя завтра зарплата? Прикинь. Тогда я тебе напоминаю еще об одном событии. Ты обещал в день своей зарплаты сводить меня в ресторан. Валь, я уже выбрала в какой. Хочешь узнать? Боюсь, что нет. Как нет? У меня другие планы. Как другие планы? Валя, а на выходные? И на выходные тоже. Сань, слушай, а когда нам деньги на карточку перечислили? По зарплату. Думаю, они уже там. Да ладно. Ну да. Слушай, я сейчас сгоняю, прикручь меня. Я до банкомата и обратно. Валь, ты что, ты знаешь, как у нас с этим строго? Тебя вчера пронесло только потому, что ты это, ну... Так, спицы, надо съездить к оптовикам и заказать партию бензонасосов. Максим Олегович, мне же сегодня вопрос по сметам надо закрыть. Вы же сами говорили, что если вы... Так давайте я... Максим Олегович. А тебе что, заняться Харькову больше нечем? Почему нечем? Есть чем. Ну, Сашкин, дело важнее. Если он это сегодня не сделает, так мы неделю потеряем. А я готов. Шучу, видно? Ну да. Ладно, езжай. С вами приятный медил, господа. Так, спица. Иди работать. Уже лечу, Максим Олегович. Максим Олегович. Алло. Привет, Том. Как ты? Где ты? Да, так, нечем. Да нет, как-то мне сейчас не до этого, что ли. Да не хочу я никакого ремонта сейчас. Нет, у него не было никаких особенных планов. Как он говорил про кашпо. Оранжевая кашпо. Ну, кашпо это такая подставка под фикус у него была в детстве в комнате. Ну да. Ну да. Хорошо, я подумаю. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Руки вверх. Харьков, вы арестованы за взлом банкомата. Дима, чего замер? Боишься? Правильно, бойся. Между прочим, меня весь класс вчера просил. Аркаша, говорят, увидишь Валька, ошку ему оторви. Напугал, Аркаша, напугал. Ты чего на встречу-то не пришел? Договаривались же. Времени не было. Ну, как времени не было? Слушай, а мы так клево посидели. Значит, Наташка пирог испекла. Вот если бы не твоя язва, мы бы сейчас сели, посидели, выпили. А между прочим, язву лечить нужно. А иначе запустишь, потом ку-ку. А ты все-таки зря не пришел на встречу. Знаешь, кто был? Угадай. Марченко, Малыхин. Давно видел? Не знаю. С Марченко перечекался в прошлом году. Все-таки она хорошо выглядит. Ну, ладно. Ладно. Ладно, это все лирика. Что ты решил? А? Мы же с тобой еще неделю назад созвонились. Ты обещал подумать. Ну? Аркаша, мне нужно еще пару дней подождать. Стоп, подожди. Я понял. Я тебе в придачу еще странника отдаю. Я понимаю, что это не черное пение. Но марка тоже не дешевая. Ну, я не знаю, если ты больше дашь. Послушай, Аркаша, ну нашелся человек. Уже покупатель есть. Он сегодня принесет деньги. Я понимаю, что у меня нет таких денег. Она стоит тысяч пятьдесят, не меньше. Да. Я найду эти деньги. Ты понял? Я найду эти деньги. Слышишь? Только ты ее не продавай. Я тебя прошу. Иначе нашей дружбе конец. Слово. Все, я побежу. Юрий Викторович, добрый день. Майор Исаев, мы с вами несколько дней назад встречались. Да. Вы уж извините, что я вас вот так вот перехватываю. Ну да, можно было связаться через моего секретаря. Знаете, иногда голубиная почта гораздо эффективнее, чем связь через секретаря. Вот, ваша птица секретарь. Третий день утверждает, что знать не знает, где вы находитесь. Ну да, времени знаете ли свободу говорить. Не у вас одного. Юрий Викторович, я же не шлю вам письменные уведомления, как свидетель, а мог бы. Может, поговорим недолго? Чего время тянуть? Поговорили. Позвольте. Спасибо. Это все вопросы на сегодня? Нет, еще один, если позволите. Скажите, а ваш бизнес, он же совместный? Естественно. А как распределены акции компании? Акции? Вообще-то это коммерческая тайна. Да бог с вами. Юрий Викторович, вам ли не знать, что для следствия эта информация открыта? И не только для следствия? Я не понимаю, при чем тут следствие? Ну да, вы правы. Да, конечно. У меня и у Сергея по 49 процентов. И 2 процента у Светланы Шевердиной. Ммм. Забавный расклад. Скажите, а почему Сергей и Светлана не были расписаны официально? Это вы у них спросите. Точнее, у нее. У Светланы. Извините, но правда, это вопрос не ко мне. Да, это вы меня извините. Послушайте, я, конечно, не силен в экономике, но в вашем случае 2 процента – это как раз то количество, которого ни Сергея, ни вам не хватает для контрольного пакета, так? Да, именно так. А что? Нет. Просто мысли вслух. Слушайте, Юрий Владимирович, я к вашим услугам по любым вопросам, касающиеся трагедии с Сергеем, но на мысли вслух у меня точно нет времени. Извините. Да, конечно, понимаю. Спасибо, что уделили мне время. Слушайте, хороший у вас офис, удобный. Не жалуюсь. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, Саша. Алло, алло, ты где? В пробке торчу где. Тут уже Толкачев рвет и мечет. Ты кскору будешь? Черт. Ну, я думаю, уже в понедельник. Ты что, прикалываешься? Ну, документ сейчас нет смысла ввести. Завтра суббота движение по документу будет только в понедельник. Поэтому, что, Толкачеву привет. Давай, а? Толкачеву. Да, я слушаю. Алло, это я. Короче, все получилось, но тысяч пять придется накинуть. Почему так долго? Ну, я же не один, работаю. Ребята постарались. К тому же мы не просто дома, а целую квартиру выследили. Ну, так что им передать? Вы заплатите или нет? Ну, да, да, конечно. Ясно. Тогда пишите адрес. Сейчас. Ну, держи. Знаешь, Валька, скольких трудов мне стоило все это собрать? Телевизор хотел его продать. Держи. Так, ну все, я и погнал. А ты страника смотреть не будешь? Давай посмотрю, конечно. Вот. Сейчас покажу. Так. Ну, подожди, ну аккуратно, ну куда же ты руками? Валь, у тебя вообще все в порядке? Ты же не собирался коллекцию продавать. Знаешь, сколько она через десять лет будет стоить? Нет, у меня десяти лет, Аркаша. Ну, ты же ее всю жизнь собирал. Буду собирать значки. Спасибо. Приветствую. Привет. Я уж уезжать собрался. Пробки на метро ехал. Бывает. Ну что, смотреть будем? Конечно. Ну вот винтовочка удобная. Оптика пристрелена. Да. Как? Отлично. Патроны-то есть? Нет. Ладно, на. Еще штуку с тебя. Ну, спасибо. Не вопрос. Что, тогда расплачиваемся и разбегаемся? Что ж, думай. Десять сто. Ага. Еще. Слушай, может, подрочь меня на тревогах-то? Да не вопрос. Слушай, может, подрочь меня на тревогах-то. Слушай, может, подрочушать. Ты, может, подрочекла? Ты, может, подрочекла? Да не вопрос. Слушай, может, подрочекла? Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому ты работаешь на меня, а не наоборот. Юра, извини, что капут на музыку, но нужно определиться со сроками. Значит, с новыми партнерами могут быть большие проблемы. У нас в документах с ними какие-нибудь сроки оговорены. В документах нет, пока только устные договоренности. Ну, пусть тогда ждут. Вот. Юра, ты же понимаешь, что с такими людьми слова весят больше, чем бумаги. Ты еще скажи, что они не знают, что такое форс-мажор. Почему не знают? Знают наверняка. Ну, а ты сочинил очередную легенду о нашем форс-мажоре. Миша, мы же не отказываемся. Я просто не ожидал, что со Светланой будет так трудно договориться. Юр, я могу сочинить и легенду, и сагу, и даже миф. Но ты же понимаешь, что они уже не хотят разговаривать со вторыми лицами. Для разговора им нужен ты. Я и так уже прикрывал тебя все это время. Зачтется, не переживай. Да при чем тут это? Так ладно, все, Миша, иди домой, я что-нибудь придумаю. Юр, ты же домой? Ой, выхрена, встает так. Да, сейчас едем. Как у Светланы день прошел? Ну как, съездила в женскую консультацию, зашла в магазин, все. Подожди, а в женскую консультацию зачем? Ну, у женщины. Ну да. Моя жена там каждый месяц акш-тек бывает. С кем-нибудь еще контактировали? Нет. Юрича, я все помню. Ну, тогда домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Валентин, открой дверь, мне нужно с тобой поговорить. Мам, я занят. Не хами матери, занят он. Так, или ты сам открываешь дверь, или я сейчас открываю ее ложкой. Так, все, открываю ее ложкой. Так, почему ты отключил телефон? Вера не может тебе дозвониться. И объясни мне, по какому праву ты меняешь планы на выходные, никого заранее об этом не предупредив? Мам. Вера так ждала этих выходных. Мам, у меня тоже могут быть какие-то свои планы. А, у него могут быть свои планы, да. Если ты живешь сам, у тебя могут быть свои планы. А до тех пор, пока ты живешь со мной, изволь, пожалуйста. Мам, все, я согласен, извини. Ну, не прав. Давай, все, я с Верой поговорю. И вообще, я с подельки начинаю новую жизнь, поэтому у вас с Верой больше со мной проблем не будет. Я тебе обещаю. Вы должны надо мной издеваться. Господи, когда же это все кончится-то? Мам, ну... Валя, что они с тобой сделали в больнице? Мам. Такой был мальчик. И тут на тебя. Ай! Что это? Что это, Валя? Валя, что это? Дай сюда, ну... Так, если ты решил таскать с работы железки, пускай тебя повышают зарплату. Мам, это... Это рулевая тяга от Газели. Я взял ее, мне нужно обмерять, ну... А мой не склад. А если склад, пусть я платит аренду. Господи, все время позволяешь на себя ездить. Ты такой же шлюпик, как твой отец. Мам, мне заплатили, ну... Не смеши меня. Заплатили его. Ущипните меня, я сплю. Это что, реальные деньги? Мам, ну я с тобой говорю, мне заплатили. На, держи. С ума сойти. Что за работа такая? То не платят деньги, то дают за какую-то... ерунду. Алло, Леша? Поднимитесь, пожалуйста, ко мне. Светлана Геннадьевна, звали? Леша, у меня ощущение, что за мной следят. В смысле следят? Вот там. Все время кто-то на меня смотрит. Из бинокля. Где? Ну вот, видите, третий этаж от подъезда слева. Вот там. Да, я понял. Сейчас разберусь. А вы куда-то собрались? Очень холодно. Ясно. Иван Геннадьев, дверь закройте. Иван Геннадьев. Ага. 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 Светлана Геннадьевна, стойте! Черт! Юрий Викторович, это Алексей. У нас проблемы. Так. Это у нас кавардейская, нам нужна осенняя. Ты что делаешь, а? Пусти. Ты знаешь, кто там живет? Нет. Не знаешь, нет? А чего лезешь тогда? Жить надоело? Пошли отсюда. Быстро-быстро. Отсюда. Отсюда, значит, вещаешь, да? Ага. Доброе утро. Жаша. Жаша. Ты чего здесь? Ну че? Ну че, мы обычно с тобой делаем по субботам с утра. Пробожим? А где, а где мама? На твоему городу нечего. Она ушла к своей подруге. Как обычно. Я задерну штору. Не смотри, ты же знаешь, я не люблю. А ты куда? Да, в душ. Юра, ты хочешь чай или кофе? Лучше чай. А ты спасибо не хочешь мне сказать? За что? А ты не догадываешься? Ты хоть знаешь, что в квартире, куда ты вчера так хотела попасть, месяц назад два трупа нашли? Каких два трупа? Человеческих. Это блат хата, понимаешь? Откуда у тебя этот адрес? Света, это не шутки. Там людей убивают. Ты это понимаешь? Мне прислали его по электронке. Кто прислал? Не знаю, из какого-то неизвестного адреса. И сказали, что там есть информация по поводу Сергея. Ты сразу поверила. И побежала, да? Прекрасно. Детский сад, ей-богу. Света, мы с тобой договаривались. Ни шагу без меня. Ни одного шагу без меня. Договаривались или нет? Я взрослый человек. И вообще... Что вообще? Я не понимаю, кто тебе дал право за мной следить. Света, я из двух золов убираю меньше. Каких таких золов? Лучше я буду следить за тобой. Чего? Через месяц буду стоять у оградки и плакать. Ай-яй-яй-яй-яй. Не уследил. Это кто? Это ко мне. Я проверю. Кто это? Светлане Геннадьевне. Это Дина. Моя ученица. Она пришла на занятия. Девочка, слушай, сходи. Понимаешь, сейчас не очень подходящая мама. Юра! Я думаю, что я сама буду выбирать, когда подходящее, а когда неподходящее время. Иди, Дина. Не бойся ничего. Да, Маргарита Степановна, все нормально. Ну, вы же лучше всего знаете своего сына. Вы, как всегда, дали дельный совет. Спасибо большое. Ой, все, Валя идет. Все, пока-пока. Валя, ты чего? Мам, привет. Валя, ты куда? Валя, ты куда? Не бей, Дина, вернись! Скотина! Извините. Было бы там, за что извиняться. Дяденька! Вам остался 31 день. Чего? Я говорю, не подскажете, который час? Полдесятого. Спасибо. Спасибо. Дина, у меня впечатление, что ты просто совсем забыла о том, о чем мы с тобой договаривались. Ну, где рука? Вот здесь у тебя написано, крещендо. Ну, почему ты его не делаешь, а? Слава, Геннадьевна, все? Нет, не все. У нас продолжается занятие. Играй. Света, я могу с тобой поговорить? Нет, я занята сейчас. Извини, но у меня совершенно нет времени. Спасибо, девочка. Давтра приходить? Да, обязательно приходи. Ну, что ты делаешь? Ты ее напугал, она же ребенок. Света, скажи мне, а еще какие-нибудь странные послания были там? Ну, по сетке, я не знаю. Может, странные звонки какие-нибудь? Нет, не было ничего. Алена, а ты не против, если мой специальный человек апгрейдит все твои контакты? Что? Ну, поменяйте номер телефона, там, изменяйте электронный адрес, чтобы никакие уроды тебя не достали. Делай, что хочешь. Хорошо. Я вообще-то... Может, вечером сходим куда-нибудь поужинаем? С чего это вдруг? Ну, как сегодня девять дней. Я помню. Ну, так посидим, помянем. Ну, помянуть можно и дома. Ну, да, просто не хотелось, чтобы ты его в плите торчал. Хорошо, давай. Так, я вечером заеду? Да, хорошо, давай. Извини. Алло. Да. Да-да-да, я слушаю. Юрий Викторович, здесь какой-то быдлодром проживает. Кто? Ну, два каких-то хонорика. Мужики, что ли? Да не, он и она. Ну, типа свинарка и пастух, не более. Уверены? Абсолютно, Юрий Викторович. Ага, ага. Ну, ладно. Давай отбой. Ну, да. Спасибо. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok Григорий Михайлович, Каскальке Юрию Викторовичу надо быть в центре? Пяти часам отсюда и пляши. Так, ну на Тверской обычном это время пробки, хотя сегодня суббота. В любом случае полчаса берем в запас, так что где-то в половине четвертого надо ехать. А как название КБК? Две звезды. Крутое заведение. Ну не для таких, как ты. Ну что уж так сразу-то? Шеф один поедет? Светлана Геннадьевна. Красивая женщина. Жаль, конечно, что с Сергеем Леонидовичем все так вышло. Кстати, не вычислили кто? Не вычислили. Ну мужик был действительно хорош. Сегодня, кстати, девять дней. Да. Слушай, Михайлович, а я могу получить, ну, отгон за работу в выходные? А то у меня жена скоро из дома попрет. А ты, типа, куда устраивался? Не нравится водить ровлигус? Да ладно, что так сразу, я просто просил. А я просто ответил. Садись, Балтман, поехали. Понял. Две звезды? Молодец, Юлис. Молодец, Юлис. Ты что, на Засекино рыбачил? Ну, там тоже. Ну и как? Аккуратно. А я на зеленых холмах и ничего. А говорят, сейчас на Засекино карась пошел. Не слышал? Как не слышал? Я-то мне там, знаешь, колую щуку поймал. Вот такая вот. Килограмм пять-шесть и меньше. Давай, держи. Вот так. Можете себе представить, какая она здоровая? Я ее подстыкаю, а удочка крясть и пополам. Можете себе представить, вот такая вот здоровая. Вытянул? Нет, ушла. Ну, а ты что, много на вою? Мешает? Сейчас поправлю. Да, пусто. Пусто. Сколько ж ты просидел? Смошли. Ты ничего не поймал? Вот, елки-палки. Что случилось? Сейчас посмотрим. Ну, вот себе представить, масло опять вытекло. Второй раз здесь проезжаю, второй раз масло вытекает. Место тут какое-то нехорошее. Тут недавно бизнесмена одного сожгли. Где? А вон там, во враге. По новостям говорили. Ты что, не слышал? Ой, сначала застрелили, потом сожгли. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ Так. Давай, хвастайся. Давай, угадывай. Это. Нравится? Да. Слава Геннадь, давайте посерьез. А что, вот это? Да? Нет, не это. Нет? Нет. Какое. Охолай, махолай. Ух ты. Симпатичная. Да? Да. Солись. Ну, давай ключи. А права у вас и девушки есть? Есть, конечно. Давай ключи. Вообще, цветлячок, в этой машине нет ключей. Нет. Наверное, тут есть какая-нибудь высокотехнологичная пипка. Да. Держи пипку. Ух ты, класс. Здорово. Мне, конечно, очень жаль, что я не могу себе позволить делать тебе такие подарки. Да, жалко. Да, но мне бы хотелось, чтобы что-то в этой машине было от меня. Ничего себе. Знаешь, это будет самая дорогая деталь в нашей машине. Это будет самая дорогая деталь в нашей машине. Держи пипка. Да. Нет. Держи пипка. Держи пипка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка, здрасте, а можно столик нам сейчас заказать? Да, Вора, Харьков. Угу. О, привет! А я думал, тебя нет. Да я так крепко заснула с книжкой, что не слышала, как ты пришел. А куда ты опять собрался? Валя, что это такое? Я тебе сорок раз звонила, телефон не отвечал. Вера почему-то плакала у меня на плече полтора часа. Ну, разве можно невесту на рыбалку применять? Мам, я звал ее с собой. Она не захотела, поэтому и плакала. А рыба где? Лаечки. Очень островую. Ну, правда, давление упало, а она клевать перестала. Это у меня давление упало. Только тебе на это наплевать. А куда ты опять собралась-то? Мам, работа, дела. Все, пока. Дела, дела. А какие дела? Здравствуйте. Одну минуту. Здравствуйте. Добрый вечер. Извините, вас ожидают? Да, я заказывал на фамилию Харьков. У меня деловая встреча. Партнеры опаздывают. Сумочку, если хотите, можно в гардероб. Ну, знаете, у меня тут важные документы. Я с собой. Как вам будет угодно. Прошу вас, проходите, пожалуйста. Прошу вас, ваш столик. Миню, пожалуйста. Вы знаете, давайте я труда дождусь и мы определимся, хорошо? Как вам будет угодно. Спасибо. Приятного отдыха. Добрый вечер. Будьте добры, мне чай. Хорошо. Юра, зачем мы сюда приехали? Поехали в другое место. Света, ну, я подумал, что здесь... Если все мне напоминает о Сергееве. Ну, правильно. Мы сегодня должны вспоминать только о нем. Нет, ну, если ты хочешь, конечно, поехали в другое место. Хорошо, пошли. Туда? Ага. Позволь. Давай помянем Серегу. Я знаю точно, такого друга у меня никогда больше не будет. Светлой ему память. За Сергеем. Ты не предупредил, что мы будем не одни? Прости, Светуль, но есть дела, которые невозможно отложить. Добрый вечер. Слава дна. Здравствуйте, Михаил Петрович. Присаживайтесь, Михаил Петрович. Михаил Петрович поможет нам разрешить главную проблему. Такую? Речь идет о твоей безопасности. И каким образом мы решим эту проблему? Михаил Петрович подготовил документы на продажу твоей доли. Ты должна их подписать. Потому что в нашей ситуации иметь проценты, это все равно, что подписать себе смертный приговор. А тебе не кажется, что ты выбрал неподходящее время для этого? Слушай, Свет, я могу быть до бесконечности тактичным и вежливым. Но если с тобой, не дай бог, что-то произойдет, я себе этого не прощу. Хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Одна ДимаTorzok ДимаTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасьте, а я тут запутался, тридцать четвертый, тридцать шестой дворей одинаковые, я из ЖЭКа. Подождите, вы к кому? К? Какой ЖЭК сегодня выходной? Ага, для ВИП-клиентов, в воскресенье выходной. К? Воробьев Сергей Ледидович, вы? Ну все, проехали. Нет его, погиб он. Да ладно. О, соболезную. Так, а он предоплату нам оставил? Что, возвращать надо или так? Или так. Все, давайте. Ага, сейчас, сейчас, я уберу. Джек, 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 место, место, аккуратно, он кусается, он кусается. Да не укусит, не укусит. Ой, какая морда, да, лезь меня, а не кусает. Я бы себе такого завел. У меня, знаете, у жены аллергия, у нее сразу эти цыпки вылезают. Ладно, понятно. Светлана Геннадьевна, пройдите, пожалуйста. Ну, Леша, подожди, а вы по какому вопросу? Вы знаете, Сергей Леонидович, я соболезный, он, ну, перегулировку там у вас в санузлах заказал. Да, он мне говорил. И он даже предоплатил. Так, ну, может, сделаем, а? Я, честно скажу, что я не очень в теме. А там ничего сложного, он просто, вот, вот, где у вас второй санузел, он хотел во втором поставить, вот это вот, джакузи на полтора куба, куба. Вот я ее нашел, вот она, ну, все по стандартам, по размерам подходит. Там, единственное, нужно, ну, компрессор поставить, потому что, ну, качать плохо будет. Я, вы знаете, не очень в этом вопросе разбираюсь, скажу честно. Так, а что, я вам просто списочек оставлю, все, мужчина все это купит и мои приедут, поставят все. Ну, у мужчины другие задачи, может быть, мы по-другому поступим. Если только вы сами съездите, купите, я вам дам деньги. Только не вопрос, отлично, я все, я, конечно, все съезжу, куплю, давайте. А что в итоге мы... Сейчас, мне просто я список составлю, сейчас. Ну, пойдемте, пройдем туда, только разуйтесь. Давайте, давайте. Гланд, Геннадий, не положим. Леш, ну, давайте решим. Ну, вот что, ну, человек уже заказал, конечно, надо сделать, ну, человек заказал. Там, на самом деле, не так сложно, там, на скандаре, там, знаете, у вас есть из бачка, стекать будет. Проходите. Походим, можно. Ну, вот, садитесь сюда. Ага. 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 Что это, Джексон? Сторожись в хозяйку? Раня. Сторожи. Я вам тут два варианта написал. Один подороже, другой подешевле. Ну, в принципе, другой хороший. Вот. А вы мне подчеркните свой телефончик, я вам позвонил когда-то как. Ну, вот здесь можно прям. Ага. Что? Собака. Светлана. Ага. Все. Спасибо. Ага. До свидания. До свидания, да. Ну, все, счастливенько. Угу. А ложки нет? Нет. Ага. Понял? Я так тут залежу. Вот. Все. Так. Ага. Все. До свидания. До свидания. Угу. О, открыто. Извиня. Светлана Геннадьевна, вы понимаете, что так нельзя? Леш, я там чай заварила. Иди с печеньем. Попей чай. Леш, я там стреляю. Леш, я там уехал. Сейчас уже нет. Угу. Угу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Угу. Угу. Гражданинская. Угу. 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 Продолжение следует... Алло, Григорий Михайлович, у нас проблема. Гриша, по-моему, они из-за меня основательно делись. Сначала Серегу завалили, теперь меня прессуют. Ты понимаешь? Я, я понимаю. Слава Богу, эту ересь Светлана не успела прочитать. Точно не успела? Да точно, Юрий Викторович. Хорошо, это очень хорошо. Я надеюсь, у тебя мозгов хватит не рассказать ей о содержании этой записки. Ну, если б не хватило, она бы ее уже увидела. Ты смотри, какие мы тогда обидчивые! Так, Гриша, какие наши дальнейшие действия? Ну, я думаю, завтра с утра нужно пробить Жек. Черт его знает, может, он сам гель там работает? Да, к тому же документы на перепланировку-то вроде настоящие были. И Светлана Геннадьевна сказала, что раньше их видела. Тем более надо пробить, а там будет видно. Так, ладно. Все, давайте, идите, меня поработать надо. Давайте, давайте. Новые партнеры. Скрябин. Да нет, зачем? Он же в доле. Черт. Твою мать, это в бумаге от руки. Ну, где-то же было, ну. Это же его почерк. Мама. Мама. Фрини. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Что ну? Откуда у них оригинал его почерка? Не знаю. А чего ты на меня так смотришь? Обыкновенно смотрю. Да мало ли откуда. Просто они используют это как дополнительный фактор психологического воздействия. А чего же они на тебя психологически не воздействуют? А я и зачем? Не знаю. Юра, ты просто устал. Да. Да, может быть. Вот за тем вот надо что-то делать. Естественно. Круг же расширился. В смысле? Ну как, Бакулин же видел эту записку. Охранник тоже. Главное, чтобы они в белье копаться сами не начали. Ну так нет. Ладно. Давай дальше думать. Давай, давай, давай. Хорошо, рассуждаем логически. Раньше все послания были анонимными, так? Да. А теперь у нас реальный почтальон. Да ну ты не забывай. Все сообщения приходили с адресов Сергея. Юра, да пойми, все это щенки одного помета. Повторяю, кто-то давит на твою психику. В любом случае, ты правильно сделала, что поручил Бакулину найти этого кренделя. И Жека это многое прояснит. Так боюсь, что поймать его. То будет мало. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. А ремонта будете ждать, согласно очереди. Что? Нет у нас никаких дополнительных средств. Мы, ЖЭК, а не Международный Валютный Фонд. ЖЭК, понятно? Все, 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 все. Раз, два, три, четыре. Так, кто там? Уголовный рост, майор Бакуллин. Можно? Я это... Премиальная? Я хотел бы знать, кто из ваших ребят занимается вопросом перепланировки. Вот конкретно по этому адресу. Только это? Пока это, а там будет видно. А что, что-нибудь еще? Да нет, все нормально. Да, и я вас прошу, мы работаем в оперативном режиме. Мало времени, можно побыстрее? А, сейчас. Сейчас все сделаем немедленно. Помощь органам это святое. Я сейчас. Валя! Валя! Господи, ну ты и спишь же. Проснись, телефон разрывается. О, спасибо. Да, Сань. Валя, ты где? Спрюшую. Блин, ну ты что, нормальный? Толкачев документы ждет, за которыми ты в пятницу ездил. Ох, ё! Все, давай, давай, бегу. Скоро буду. Ага. Мы же не против перепланировок. Просто все должно быть согласовано. Несущая стена там, мало ли что. Вот один наш жилец решил у себя в квартире бассейн соорудить. И что? Перекрытие не выдержало, и он оказался вместе со своим бассейном у соседей этажом ниже. Хорошо, что дома никого не было. Вызывали, Игорь Николаевич? Да, дорогим, вызывал. Ты же занимался перепланировкой у Воробьева Сергея Леонидовича. Ну, я да. Ты, значит, записку писал? Какую записку? Писатели, значит, про заика. Подождите, это не он. Как не он? Дрыгин, ты занимался перепланировкой у Воробьева? Да, но это не он. Так, объясните мне, кто еще занимался квартирой Воробьева? Опиши этого человека. Ну, такой, лет сорок, такого же роста, только рыхлый. Да нет, я один. А такого, как вы описываете, у нас в конторе вообще нет. Товарищ майор, точно такого нету. Ну, тут я смотрю, хороший парень, светлое лицо. Идем. Слышь, ты, если делаешь что-то, то делай. Если нет, предоплату верни. Понял? Валь! О, здоров. Здорово. А это зачем здесь? Затем, чтобы ускорить твое появление на работе и уменьшить количество проблем. Ага, ну, клевый аппарат. Ой, слушай, кончай прикалываться, а? Ну, под накоплю денег будет, и на нашей улице праздник. Так, стоп, документы по бензонасосам взял? Фу, надо за ним заехать. Блин, куда? Куда? По стычкам. Так ты что, их в пятницу не взял, что ли? Не успел. Давай, поехали. Понимаешь, он принес тебе записку. И я считаю поэтому его очень опасным. Какая записка? Где? Ее Леша нашел в документах на перепланировку. И что в ней было? Ну, что в ней? Как тебе сказать? Юра, что в ней было? В ней свето-высокохудожественным языком описано, что с тобой будет, если ты не будешь играть по их правилам. Понимаешь? Да, Гриша. Ну что, нету этого гаврика в Жеке, да? Угу. Ну, я так и думал. Угу. Да, давай, дуй в офис, и я скоро буду. Ну что, Света? Что требовалось доказать? Я думаю, что этот перепланировщик из той же бригады. Какой бригады? Которую Сергею убрала. Господи. Я с ума зайду. Ничего, ничего, ничего. Мои ноздри на затылок натянем. Максим Олегович. Так, спицы, иди куда шел. Здравия желаю. Значит так, Валентин. У меня к тебе три блюда на поздний завтрак. Да? Во-первых, хотел документ. Вот. Прекрасно. А во-вторых, объяснительную по поводу твоего опоздания на работу мне на стол. Будет сделано, гражданин начальник. В-третьих, что это такое? Спецификация. Молодец, ответ правильный. Чья подпись-то стоит под этой? Спецификации. Моя? Оля. Виновато, Маш. Высоку, полководчик. Разрешите переделать. Иди. Придурок. А вот я бы так не сказала. Серьезно? Из каких-то пор мы в адвокаток Валеньку записались, а? А ты все никак не можешь успокоиться по поводу того, что Валя изменился. Я вижу, тебе это забавляет. Ну, вообще-то это выглядит забавно. Слушай, Максим Олегович, а может, вам тоже предпринять попытку суицида? Какие-нибудь качества в себе откроете? Очень спешно. Очень. Я пока не готова. Как ты, Света, ну, я же бьюсь, как рыба об лёд, чтобы защитить тебя. А ты меня постоянно отталкиваешь. Я тебя не отталкиваю, Жек. Куда ты? А что ты делаешь? Тебе давно пора избавиться от твоих процентов. Тогда они моментально потеряют в тебе интерес. Ну, как ты это не понимаешь? Это же на поверхности. Могу я взглянуть на эту записку? Какую? Которую оставил мужчина из Жека. Она ведь мне адресована. Тебе, но я думаю, не надо это делать. Почему? По двум причинам. Во-первых, там сплошные угрозы. Ну, ничего, я переживу. А во-вторых, я её сжёг. Понятно. Что тебе понятно? Ну, понятно, что ничего не понятно. Ну, что, Валюха, сильно прессовал тебе? Да не особо. Ну, ладно. Слушай, подпиши свои накладные. Я их тут походу оформлю. Да ты просто ангел-хранитель. Ну, не без этого. Давай, попозже подпишу. Валь, слушай, у меня документов мало, а времени йог. Подпиши. Так, сейчас, подожди. Сейчас, мне здесь надо быстренько. Валь, ну, хорош динамик, убежать надо. Так. Все? Все, ушел. Свободен. Света, и больше никуда не выходи, хорошо? Хорошо. Леша, только через твой твой. Ну, и да, если появится этот почтальон из Жека, задержи его любым способом и сразу набирай меня. Понял? Понял. Все, давай. А если он сам позвонит? Куда позвонит? Светлане Геннадьевне. Ведь вы же дали ему свой номер. Так, стоп. Какой номер? Вы что, дала ему свой номер мобильного? Да. Зачем? А я должна была выбрать какое-то оборудование. Ты почему раньше молчал? Забыл. Забыл? А пожрать с утра ты не забыл? Юра. Извините. Значит так, Света, я вынужден буду тебя просить сейчас проехать со мной в офис. Зачем? Нам нужно пробить всю эту ситуацию со службой безопасности. И понять нам нужно, что делать дальше. Что это? Обязательно, что ли? Более чем, Света. Хорошо, мне нужно пять минут. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Мне нужен номер телефона, сим-кранцов. У нас вы можете подключиться абсолютно к любому оператору. Может, у вас есть предпочтение? Ну, мне надо раз такой нужен. Любой. Есть у вас такой? Понятно, да. Пожалуйста, ваш паспорт. Паспорт. Ксерокопия подойдет? Нет. Нужен паспорт. Извините. У нас сейчас с этим строго. Катюш, вы, конечно, можете сейчас заставить забывчивого, но очень не боитесь мужчин бежать домой за паспортом. А можете по вас спросить? А у вас случайно не будет ксерокопия? Я скажу. Ксерокопия? Конечно, есть. И все. У нас оба их останется в хорошем стороне. Может, у вас есть ксерокопия паспорта? Не знаю. Я сейчас посмотрю. А? Есть. Давайте. Спасибо. Значит, Элька, давайте еще раз. Света, он звонит. Ты назначаешь ему встречу. Не дома. Где-нибудь на улице или в парке. Когда? Если сегодня, то вечером. Хорошо. Гриша, ты сразу после звонка пробиваешь номер телефона. Кто владелец и где живет. Ясно? Ясно. Ребят, я прошу прощения. А почему мы не можем просто обратиться в полицию? Свет, мы говорили уже с тобой на эту тему. Я хочу довести это дело до конца и быстро. А не положить его в органы на полочку. Юрий Викторович, к вам из полиции. Майор Исаев. Ну вот, накаркали. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Юрий Викторович. Ой. Здравствуйте. Светлана Геннадьевна. Не ожидал вас здесь увидеть. Юрий Викторович, я на пальто. Да, конечно. Я, наверное, тоже пойду. Светлана Геннадьевна. Я попрошу вас задержаться. Раз уж такая казнь. Вы ведь не против совместной беседы? Только, если можно, недолго. Да, если только недолго. Да, да. Я постараюсь. Слушай, Валь, ты где был? Тебя Толкачев опять искал. Пришлось тебя выгораживать, танцы с бубнами плясать. Спасибо, друг. Валь, посмотри. Посмотри, я это самое. Никак не могу с светом определиться. Вот такой синий или красный. Красный он мне больше нравится. Но, с другой стороны, красный бабский какой-то. Валь, ты меня слушаешь, нет? Сань, давай потом, а? Ну, хорошо. Может, тогда вечером посидим где-нибудь? Я сегодня никак. Так, меня обрал, Сань. Ну, ладно, тогда. Сань, дело на лимон. Боюсь, на лимон не потяну. Дай скутер на вечер, а? Подожди, ты же водить не умеешь. Умею. Умею. Красный, кстати, лучше. Не бабский. А? Спасибо. Ну, ты это, ты шлем не забудь взять. Вы в тот день виделись с Сергеем Воробьевым? Нет. Мы с ним работали на разные темы, и последние дни не пересекались. Только по телефону. Кстати, о телефоне. Я поднял распечатку телефонных разговоров Сергея Воробьева. Он в тот день несколько раз набирал ваш номер, но вы не отвечали. Когда я работаю с документами, я отключаю телефон, чтобы не отвлекаться. А где был вечером, вы уже знаете. Это может что-нибудь подтвердить? Что именно? Ну, что вы весь день работали с документами. Ну, слушайте, мы договорились о беседе, а не о допросе. Да, конечно. Извините. Извините. Светлана Геннадьевна, вам можно вопрос задать? Да, конечно. В тот день, перед тем, как поехать в офис, Сергей сначала заехал домой, да? Он заехал домой? Да. О чем вы говорили? Да так ни о чем. Он приехал, я приготовила обед. Он очень спешил, привез корм для Джека и уехал. И все? И все. Слушайте, может, хватит вопросов? Извините, последний вопрос. Светлана Геннадьевна, постарайтесь помнить, в тот день или позже, в общем, вплоть до сегодняшнего дня, с вами что-то необычное происходило? Какие-то, может, странные звонки, может, странные визиты? Нет. Ничего необычного не было. Понятно. А с вами? У меня это все, как обычно. Ну, нет, так нет. Спасибо, что уделили время. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Извините, мне звонят. Да. Да, я... Я вам перезвоню. Я занята сейчас. Всего доброго. До свидания. Так, еще раз. Спасибо. До свидания. В дом. Гриша, Гриша, срочно ко мне подойди. Валя, ну ты даешь. Марин, ты идешь? Да, иду сейчас. Здрасьте. 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 Что я дарю моим? Ну, ты в последнее время нас так развлекаешься в нашем болоте. В смысле? Ну, я не в смысле тебя, а в смысле того, как ты Толкачева на место ты поставил. Ну, это было... Вау! Угу. Можно идти на минутку? Вера. Ну, не буду вам мешать. Здрасьте. Здрасьте. Ты знаешь, вот это вот нормально? Да. Что мне про это думать? Ну, ты считаешь, нормально? Приходи сюда разбираться, а? А где я? Валя, ты же меня все время избегаешь. Валя! Послушай меня. Я понимаю, что у тебя там произошел где-то какой-то стресс. Но я здесь при чем? Валя, что происходит? Вера. Значит так, Света. Назначай встречу на двадцать один ноль ноль возле дома в парке. Ты будешь как бы Джека выгуливать, а мы будем рядом. Гриша, вы просто его должны взять. Я сам с ним разберусь. Ясно? Сделаем, сделаем. Вера. Давай так. Да, Светлана Граневна. Вот. Вот еще какая-то цитата кидать. Да, я звонил вам. Хотел спросить, удалось ли вам прочитать записку. Я готов объясниться. Хорошо, в девять. Да, я знаю это место. Да, спасибо. Ну, ну вот и что это за Светлана Геннадьевна? Эра, извини, мне нужно идти. Опять? Может, поговорим? Да, Михаил Яковлевич, посмотрю, ага. Да нет, полчаса назад ящик был пустой, сейчас гляну. Ага. Все, давай. Давай. Твою. Да, Артемчик, что там у вас? Пробили? Так, слушай, ты мне тогда сразу СМС-ку скинь, хорошо? Я тебе буду очень обязан. Все жду. Пробили. Кто? Сейчас СМС-ку скинуть. Так, вот СМС-ку. Ну, кто это? Как? Зовут почтальона. Ну, это, это бред какой-то. Почему? Номер зарегистрированный сегодня. Ну, сегодня, ну и что? Ну, что? На Воробьеву Сергея Леонидовича. Юрий Владимирович. О, светь, прям как уран, 235. Накопал что-то? Не то слово. Ну, давай, копатель, не тяни, волви. Есть кое-что по делу Воробьева. Давай по порядку сначала кое, потом что. Значит так, несколько дней назад в одном из банков некто пытался снять деньги со счета Воробьева, используя ксерокопию его паспорта. Разве по ксерокопии можно? Да нет, он не снял, он только пытался. Да и не в этом дело. А в чем? Уговаривая кассиршу сделать ему исключение, он расписался вот на этом листке. Ну, чтобы доказать, что он действительно Воробьев. И что? Ну, я отдал эту подпись на графологическую экспертизу. Зачем? Ну, не знаю, просто так, ради прикола. И что? Ну, оказалось, что это подлинная подпись Воробьева. Ты ересь какая-то. Так я тоже так подумал. И подумал, что наши ребята облажались и сказал им, что эту подпись сделал совершенно другой человек уже после смерти нашего клиента. И что? Ничего, они сделали еще одну экспертизу. Господи, и что? Экспертиза подтвердила вывод тот же. Подпись принадлежит Сергею Леонидовичу Воробьеву. Как вам такой пердимонокль? Честно? Только не знаю. Обожаю такие загадки. Паша, ты не догадался посмотреть видео в оконбанке? Какое видео? В любом банке стоят видеокамеры. Глянуть бы на этого, как он выглядит, этот Лже-Воробьев. Не подумал. Обожаю такие загадки. Виноват. Виноват – исправляй. Есть. Осень. Эксперт. Проявит. Эксперт. Подпись. Эксперт. Обожаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как ты можешь есть в такой ситуации? Если учесть, что я сегодня даже не обедал, то... Значит, у тебя нервы покрепче, чем у меня. А ты сам-то будешь? Очень хотелось бы. Но только мне категорически запрещают. Юрий Викторович, я же вам сказал, что любое ваше появление... Гриша, Гриша, я все понял. Принимаю, как должно. Все, все. Промазать мы не имеем права. Ну, вы что? Можем идти? Светлана Геннадьевна, я бы хотел уточнить пару моментов. Что я опоздаю на встречу. Я все понимаю, но у нас в запасе есть десять минут. Вам самое главное не волноваться. У нас все под контролем. Бояться нечего. В конце концов, он у нас под прицелом. А я не боюсь. Это самое главное. Просто это как-то все неприятно. К сожалению, без тебя никак, Свет. Надо потерпеть. Юра, я понимаю. И помните, что мы всегда рядом. Вам самое главное его отвлечь. Болтайте с ним на любую тему. Ну, а дальше мы сами. Вы все поняли? Да. Пора. Кришу, отвечаешь за нее головой. А за него еще больше. Все, давай. Работайте. Принесите мне меню. Светлана. Привет, Джексон. Привет. Я вас слушаю. Спасибо, что селитесь прийти. Нет, вы скажите, кто вы такой и что вам от меня нужно? Светлана, я... Я друг Сергея. Друг Сергея? У Сергея не было таких друзей. Друг Сергея не стал бы мне угрожать. Я бы не угрожал. Да? А ваша записка? Там не было никаких угроз. Вы читали ее? Да какая разница? Я знаю, что это вы убили Сергея. Я знаю, что это вы убили моего мужа. Светлана, Светлана, вас слушают. Нет, помните, помните, вы подарили Сергея в брелок. Джек. Нет! Джек, куб! Уберите собаку! Держи собаку, кто-нибудь уберите! Держи собаку! Фу! Джек, фу! Фу! Иди! Блядь! Что ж ты? Долго-то? Можешь позвонить? Дозвонил уже. Все телефоны отключены. Может, положено так. Да. А Светлане? Звонил? Миша, вот как я могу ей звонить, если у меня нет информации от собственной службы безопасности? Да успокойся ты, Юр. Ну, привезет тебе Бакулин, этого почтальона. Будь уверен. А вот и Гриша. Ну, что я говорил? Да. Алло! Ты где? Да. Алло! Ты где? В Караганде. Это ты мне? Я как хочу, так разговариваю. Валя, ты маме? Я разговариваю, как хочу, понятно? Вам понятно? Я разговариваю. 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 Антонина Георгиевна. Антонина Георгиевна. Я разговариваю. Я разговариваю. А я не про маму. Надеюсь, вы не забыли, что вернула вас обратно на землю? Конечно помню. Расскажите. Ты что, издеваетесь, что ли? Нет. Я просто хочу убедиться, что вы помните. Я здесь, чтобы защитить свою жену и своего ребенка. Верно. Тогда почему, защищая одних, вы казните других? Кого я казнен? Свою мать, невесту. Чтоб, давайте так. Во-первых, это не моя мать. Это не моя невеста. Кто вам сказал? Или вы сами так для себя решили? Вы Валентин Харьков. И для нее вы единственный сын. Помните это или ваше возвращение на землю будет напрасно. Подумайте о людях, которые вас окружают. Тем более, у вас осталось меньше месяца. Ой, Сережа. Здравствуйте. А как вы? Попали-то как вы? А… Я зашел у вас здесь открытый. Да вы что? А это потому что я разява, Господи. Вы не стойте. Вы идите туда, я сейчас. Проходите. Проходите. Угу. Угу. Извините. В чем дело? Леш, все нормально, просто столкнулись. Все в порядке? Да, да. Это ваше? Да, это мое. Субтитры сделал металлиј. Вот такой пёgro?", Я зашел см faire闪. Аккуратно он кусается. Да не укусит, не укусит, уголь никакое мельно… Люсь от меня, не кусает… Серёжа, проходите, пожалуйста. Вот это Лерина комната. Вот, прошу вас, стелитесь, устраивайтесь. Спасибо. Отдыхайте. Серёжа, простите меня, ради бога, лезу не в своё дело, но... Помиритесь с семьёй. Пожалуйста, ну... Мы же все живём для кого-то. Я думаю, чем больше у нас любимых людей, тем ценнее наша собственная жизнь получается, да? Вот, вы знаете, моя сестра, у неё иногда столько боли, отчаяния какого-то во взгляде. Мне самой не хочется жить. А иногда она так смотрит на меня, как будто просит, ну, помоги-то мне, помоги-то мне выкарабкаться. А соседка говорит, Антонина Георгиевна, вы хоть понимаете, вы ухаживаете за растением. Какое растение? Это моя сестра, Серёжа. Если я один раз не приду, для неё кончится жизнь. Вот это я чувствую точно. Господи, утомила вас. Простите меня, ради бога, вы отдыхайте. Спокойной ночи вам. Спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова